и друзья в описании видео ссылка переходим регистрируемся далее переходим облачные сервера нажимаем добавить каждый программист желательно чтобы умел настраивать сервер самостоятельно никто вам не настроит так как вы хотите потому что когда мы будем устанавливать одним надо и python там и но да и все только вы знаете что вам надо это будет только эффективный работ тут важно просто начать заниматься остальные все уроки будут в школе часть уроков будет здесь значится в разделе del hackers здесь можно будет дальше найти уроки сервер да там уже есть уроки критерии выбора мои как вообще круто работать сервером вы можете посмотреть и ссылка тоже будет итак мы выбираем dba в данном случае нам 10 11 12 выбираем 12 выбираем то что вам нравится где по расстоянию зависимости не от вас конечно от того где ваша аудитория будет предположительно мы не выбираем фиксированная так как здесь 15 гигабайт чем это связано выбираем произвольное связано с тем что произвольно диск можно выбрать 10 то есть по минимуму пока отключаем backup и мы их будем включать но их можно в любой момент включить следующий момент важный по диску в сторону увеличения диск можно увеличить без проблем в сторону уменьшения не так все просто поэтому для этого просто придется создать новый сервер и потом перетащить сюда готовый до чтобы с этим не возиться то надо выбрать минимум так как мы только начинаем значит соключим можно потом загрузить cloud и нет мы ничего не делаем так как будем ручками и пишем название dev hackers например а вы свое мы оставляем самый минимум и нажимаем заказать сервер здесь пошло создание сервера у нас есть ssh подключения пароля пока нет но пока создается сервер мы начнем делать открываем терминал и и открываем на компьютере пока баш-рси и входим у меня уже есть запись вы записываете переписывайте алиас для а что быстро входить вот сервер создан готов к работе дальше у нас идет ssh руда и ip-адрес я единственное что изменю ip-адрес на этот после ssh поставьте флажок t и после значит ip-адреса через пробел флажок p ну пор до 22 это все настроено как правило ребята там все это круто делают можно сохранить в удобном вам редакторе у меня создан дальше перезагружаем после этого входим на сервер но прежде вот что сделаем давайте посмотрим сервер создался значится dashboard здесь можно скопировать пароль скопировать адрес сервера далее доступ ну тут можно поменять конфигурация как я говорил мы выбираем конфигураторы меняем количество ядер и оперативную память как нам надо после перезагрузки будет работать далее консоли мы это не пользуемся давайте посмотрим создать образ нажимаем создать следующее действие пока создается образ давайте давайте подождем пойдем теперь мы можем пойти в бэкап и значит мы можем создать бэкап пока в этом нет необходимости хотя с одной стороны я рекомендую вот установили создали первый бэкап вы сделайте я не буду делать в целях экономии времени а вот перед любым действием мы снэпшот создаем то есть нажимаем и создать снэпшот это как в виртуальной машине быстрый снимок после создания снэпшота мы можем что сделать восстановить иными словами просто нажав восстановить да восстановить и мы откатимся к тому месту откуда начали иными словами это безопасно и мы можем как говорить с косячи сколько угодно поэтому я создал опять снэпшот а вы создали и первый бэкап и диск автоматическое можете отключить образ создан мы можем что сделать теперь давайте проделаем создать новый сервер соб до с образа с нашего нам сейчас это не надо копируем рут пароль вставляем и он вышел до копируем рут пароль и заходим первым делом что нам надо посмотреть первым делом ставим любимый редактор который на на здесь есть вы поставьте свой я поставлю следующий сейчас зайдем что надо ап и ставим значит нам понадобится карл для скачивания гет гит вим не увим ну поставим здесь вим а вы свой редактор ну вроде пока все что вспомним потом ставим переходим просматривать то что нам надо сейчас поймете сурш лист что мы здесь смотрим у нас важно чтобы везде были бакварен здесь как мы видим как контрип нонфре добавлено то есть свободное не свободное здесь не должно быть таких ссылок как стейбл по одной простой причине что стейбл та версия которая стейбл стабильная сегодня иными словами сегодня 12 через год полтора станет там 13 да и получается всем она начнет предлагать пилиза обновление нам это не надо мы если надо сами обновим обновимся ручками поэтому важно вот если у нас стоит система значит дебян 12 называется букворон то и должно везде указано быть букворон пользуйтесь туда хоть 200 лет да она но не ничего с ним не будет все мы убедились выходим с этого вещи давайте я все таки установлю я все таки стараюсь ребят постоянно к вим не увим и макс space max давайте поставим space вим очень простая утилита в настройке готовый полностью движок прекрасный и есть классные вещи я показывал и по не увим нам надо установить значится install мы карл установили иными словами и luks max вот эта команда да 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 я посмотрю что не пишут а можно и не увим но пусть будет по-разному да просто ставим гитму поставили все что надо поставили пусть она ставится так вим ну все шрифтов вижу не хватает шрифты что потом ставим вот последний лист вот можно переходить уже удобно да так на свою голову поставил шрифты потом придется показывать здесь не забуду а фон кэш где-то я помню это видел набираем space max там есть такие шрифты можно скачать че что промотаем тут у них есть подойдет да вот обновление шрифтов и тут же есть можно установить будет шрифты ну ладно не постараюсь не забыть ребят так фс кэш это получается в пользователе надо пробовать ну да вот он говорит скачайте пронерт ну как раз вот иными словами есть целый сайт где можно выбрать вообще шрифт и загрузить ну давайте потом займем сейчас системой будем заниматься пока не так страшно я просто чтобы удобно было так так поехали дальше здесь натупил поэтому ребят я забыл что он все сам ставит надо просто запустить вид и вот он у меня сейчас уже поставил у вас будет еще раз ставить там апдейта все плагины до поставит которые еще установлены там очень простая настройка если посмотреть по справке ну может быть столкнемся поэтому еще раз это говорю ну и не так важно пользуйтесь редактором которым пользуетесь я просто показал что это хороший продукт сейчас сейчас просто покажу смысл конфигурация по сути дела вся конфигурация будет находиться в домашней директории space vmd init в том значит вот просто напросто везде будет файл томал вы просто пишите ну вот такой такие незамысловатые вещи и если мы хотим допустим добавить язык то мы нажали на язык и здесь вот прямо показывается напишите вот так вот добавьте лова в общем то ну все по-детски как конструктор ну хороший продукт мне нравится мне нравится и не увим по продукты и и макс ну я стараюсь постоянно ребят к этому приучить потому что это удобно ладно погнали дальше мы установили вим да и у нас все уже нормально то что мы делаем все верно мы заходим бэкапы если все прошло нормально удаляем снэпшот и что делаем создаем бэкап ну и пишите что вы понимали да что что это да и создается бэкап так возвращаемся и создаем опять снэпшот по снэпшоту мы то что откатимся назад отлично что делаем дальше внимание если мы зайдем дашбуард это сейчас на самом деле все будет прыгать потому что система не знает как работать поэтому первым делом что мы делаем нам надо установить оперативную память давайте-ка мы сейчас посмотрим как команда просматривать всю информацию и наберем прос сус в м и значится набрались пару буквы и тап нажали и видим 60 что это значит это значит что очень дело хреново иного иными 60 процентов оперативки используют и будет пытаться подключить что свап да свапа у нас как раз таки тут и нету поэтому вот эти вот все прыжки что нам надо сделать нам надо установить обязательно свап я дам эти команды но сейчас буду копировать дабы все это дело было быстрее и буду просто объяснять значит первым делом проверяем нам желательно конечно сначала суда поставить поэтому сначала давайте установим суда хотя не обязательно я думаю без суда все будет прекрасно потому что то же самое да мы с рут работаем поэтому просто набираем слаб слаб он шел и ничего мы здесь не видим значится вторая есть утилита давайте попробуем ее ручками набрать и флажок аж вот тут у нас уже тогда получается немножко по другому мы видим что слаб у нас ноль то есть ничего нету иными словами сейчас что будет происходить будет происходить что вы можете купить сколько угодно оперативной памяти но максимум 60 процентов будет использоваться 40 будет неизвестно никак не будет использоваться иными словами да возможно в дебиан есть я не буду утверждать что она будет больше меньше ну в общем то надо все дело контролировать давайте проверим свободное место на диске и мы видим да в данном случае у нас вот диск 9 и 8 занято да свободно 7 и 7 отлично место есть в следующем мы будем создавать слаб файла значит ребят ну здесь надо выяснить логически уже не всегда будет работать формула что половину как раньше допустим если оперативки там 4 то слаб 2 ну что у вас если там 30 гигабайт оперативки вы что 16 на диск с одной стороны смотрите если небольшие объемы в данном случае там оперативки у нас 1 ну то 2 гигабайта ну в данном случае для этого диска это много мы собираемся вообще всю память задействовать ну в общем то думайте сами но логично до там 8 гигабайт оперативки действительно с 8 можно 4 сделать свапа да но дальше если у вас там 15 гигабайт оперативки то 7 не стоит свапа делать да на диск ну хватит там 3 гигабайта и все зависит от конкретной системы что вы располагаете просто дум включайте голову и и все я ввожу команду так суда у меня нет мы его не вставили вот в данном случае обозначает это 1 гигабайт нам в данном случае этого хватит потом можно что увеличить вполне достаточно сейчас когда мы поставили поставили давайте посмотрим выделенный объем памяти ls lh слаб файл и мы видим 1 гигабайт 1.0 гигабайт то есть все у нас нормально дальше следующим шагом нам надо включить слаб пространства права права ставится 600 слаб файл включили давайте проверим теперь права на этот файл все нормально имеет root так и должно быть поехали дальше чтобы мы не напортачили когда создадим запись чтобы только root мог вносить изменения когда мы сами вот как сейчас зашли в root с рутом то мы не будем работать как то это даже ну знаете неприлично ну вообще и небезопасно поэтому лучше сделать так дальше теперь давайте еще посмотрим еще кое-что проверим значится мк слаб спа файл да мы видим что действительно метка существует то есть и версию и все то есть наш слаб действительно есть и есть у него конкретная меточка то есть есть конкретный диск под часть диска под слаб теперь нам надо просто его включить при помощи слаб так значит при помощи команды слаб слаб файл мы его включили теперь давайте проверим что действительно все успешно произошло что он включился не хочет включаться значит в принципе мы могли бы сделать вот так последнюю команду так стоп 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 мы ничего у нас уже есть я неправильно еще раз ввел поэтому неправильно я сделал слаб шел так отлично значит файл 124 мегабайт это все нормально все у нас правильно следующий момент на данный момент еще можно пользоваться утилитой если вам будет это удобнее это просто будет нагляднее это утилиту то мы видим свап вот у нас один гигабайт все нормально можем сделать сейчас следующее я введу вы не буду что то есть сделать резервную копию можно делать вот так можно сделать допустим написать урик ну как вам удобно будет чтобы вы сами поняли когда мы сделали резервную копию следующим шагом будет это то что мы включили свап он будет работать только в текущей сессии для того чтобы он работал навсегда нам надо добавить эту команду и у нас появится автозагрузка свап при перезагрузке системы то есть он будет включаться автоматически вот теперь мы можем уже перейти к самому главному на данный момент еще проверяем у нас появилась значит подкачка проверяем 60 значит что нам надо сделать мы переходим в файл это 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 значит это conf да все верно и идем вниз файла самый здесь мы добавляем следующую строку ну так как мало вот это и будем вот тут я немножко расскажу значит смотрите если у нас гигабайт гигабайт 10 гигабайт 16 гигабайт 8 гигабайт допустим 10 гигабайт 6 ну 6 маловато может быть ну вот от 8 начиная то мы можем вообще тут выставить 10 или 5 что это говорит это будет говорить 10 это значит 90 процентов будет использоваться памяти когда 90 процентов памяти используется то только будет подключаться диск иначе иными словами то значение которое указываете отнимаете от 100 вот это значение и у вас получится то что будет использоваться памяти но все равно даже не заморачивайтесь если мало памяти то можете ставить допустим 20 да и можно ставить 20 это будет нормально ну а мы поставим с вами все равно 10 у нас и так 1 гигабайт памяти пусть он пашет и когда почти весь гигабайт и страйс тогда подключится еще целый гигабайт файла подкачки поэтому вставляем 10 и сохраняем после этого после этого что нам надо сделать давайте теперь проверим проверим просто перезагрузить но мы давайте чтобы убедиться чтоб вы уже были спокойны мы перезагрузим сервер вообще перезагрузим то есть сервер у нас перезагружается понятно понятно что у нас выбьет отсюда копируем пароль потому что еще запись мы не создавали вставляем заходим и проверяем наш свап ну во первых сначала надо проверить значение и действительно значение 10 теперь давайте вернемся после перезагрузки назад и проверим нашу оперативную память то есть наш свап как вы видите все нормально работает в данный момент ничего не задействовано у нас справляется оперативка да и тут показывается сколько у нас сейчас задействовано оперативки то есть совсем мало нам хватает то есть все подгрузилось все у нас окей теперь хорошо бы еще кое-что посмотреть давайте-ка проверим 100 ну это по умолчанию иными словами данные сохраняются это слишком быстро система все очищает нам надо чтобы система чуть чуть дольше хранила информацию по сути дела конечно это нам грубо говоря не сильно нас нагрузит но все таки система как-то будет более спокойно более стабильно иметь больше информации работать ей все-таки будет легче поэтому что мы сделаем мы заходим тоже в файл где мы только что заходили значится ой я с него им не ставил тормознул и в самый низ идем и вот что копируем 50 перезагружаем перезагружаем а нам не надо вы знаете что в данном случае самый лучший способ это когда такие изменения вносятся все таки перезагрузить систему да у нас еще немного пользователей мы их вообще вернее нету поэтому перезагрузим так будет правильно скопируем пароль так первый шаг мы сделали правильно теперь система контролируемая мы знаем что оперативка будет работать на полную то оно начинает потихонечку все выравнивать то есть без всяких там скачков то есть система уже работает по другому немножко вообще посмотреть динамически когда там какие мы больше меньше трафика да вот это с кэшем сама оперативка вот столько то да можем так когда мы это все настроены теперь идем в бэкапы удаляем снэпшот он нам в данный момент не надо и добавляем бэкап можем этот удалить если сомневаемся то не удаляем тогда создаем еще то есть пишем уже делаем нормальный бэкап чтоб если у нас была возможность отогнать потом эти бэкапы время от времени будем удалять ставить новые но вот сейчас то что стабильно да ребят кое-что не показал надо было перед бэкапом вот что сделать запускаем просто команду update тогда если у вас есть поломанные пакеты она обязательно это вытянет да поэтому желательно перед этим все настроили настроили и проверили да то есть все команда работают нормально очищаем сразу вот после этого желательно было сделать бэкап то есть система работает нормально и стабильно есть почитаете по Debian кучу утилит но мы и так видим что все у нас системе нормально вот эти команды вводить вручную это как-то дело дурное поэтому заходим приходим вниз приходим вниз суда еще не ставили но сразу уже напишем суда апт update апгрейд и очистка сразу пока только просто сохраняем переходим на следующую строку ставим еще один алиаз так а что нам надо что то я забыл пока вам рассказывал ага а а а а а алиаз ваш любимый редактор открытие баффер си да чтоб открывать быстро набирал букву а еще делаем алиаз так я забыл не увим пользуюсь как здесь мне сам понравился вот этот так надо будет перестраивать не знаю какой еще с клавиши он авто заполняется ладно это не так важно а run алиасы будем постоянно добавлять пока 3 и хватит вводим еще раз вводим теперь для того чтобы открыть файл все срабатывает для того чтобы обновить run тоже все срабатывает то есть все надо надо все делать чтобы было на алиасах чтобы это дело все было быстро так ну пока вроде как и все уже надо идти дальше первое привели ну вот смотрите мы добавили обновление значит заходим теперь в бэкапы да последний бэкап нам по сути дела сейчас и не надо я в данном случае имею ввиду что я автоматически отключил если вы будете допустим делать потом сайт где будет пользователь резис постоянно то автомат конечно лучше включить если у вас личный сайт где какие-то действия то можно отключить но когда мы настраиваем сервер никаких автоматических бэкапов то есть мы должны осознанно понимать что у нас сохранено потому что это очень серьезно этот бэкап нам в данный момент не надо последний удаляем бэкап мы знаем что мы только что добавили bash rs значится поэтому создаем по сути дела в этом бэкапе вот уже тоже нет смысла туда мы обгонять не будем то же самое что ставит новый сервер поэтому он только место занимает и деньги сосчитывает его тоже нет смысла отогнать систему то же самое что поставить с нуля поэтому мы создаем новый бэкап и нажимаем его значится можно русском писать ну я для себя я знаю что я потом буду создавать добавил алиасы все вот это последний бэкап который нам нужен создан для продолжения работы создаем снэпшот и продолжаем работать как мы договаривались если что-то пошло не так отгнали отгоняем при помощи снэпшота просто напросто нажал восстановить пока в принципе все дальше дальше уже пойдем дальше значит обратите внимание в школе появилась очень удобная возможность индивидуального обучения совершенно с разными планами это очень круто почитайте ну а уроки по как я говорил по серверам dev hackers нажали здесь будет сервер спасибо спасибо